Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июня, и с сегодняшнего дня я уже начинаю видео обзоры сортов. И если в теплице я буду вам показывать те сорта, которые уже поспели к этому времени, потому что всем людям интересно, какие же сорта в сибирском регионе можно уже кушать полностью созревшими. Ну вот у нас в Сибири, в теплице, которые вырастают. И если там я буду показывать спелые, то здесь я буду показывать в открытом грунте те сорта, которые уже полностью сформировали свои плоды, завязались, и которые уже в начале или в первой половине июля тоже уже можно будет кушать. Раньше я просто мелько вам показывала, а теперь каждый сорт буду более подробно описывать. И потом еще раз покажу в готовом виде, в спелом. Вот сейчас я обрабатываю посадки сорта гном и хочу рассказать вам более подробно, потому что это такой уникальный сорт, который очень-очень быстро формирует плоды. И он не просто формирует, вот смотрите у него какие кисти. Он весь уже облеплен томатами. Сейчас как подойти. Ой, ноги мои там. Видите, поскольку томатиков в одной кисти, он прям весь увешан, у него можно сказать, что нет самого куста, еще совсем крошечный, одни томаты. Вот что это за такой сорт? Сорт очень уникальный, потому что он ультраскороспелый, такой быстро-быстро созревающий. Вообще он считается раннеспелым 90-110 дней от всходов до начала созревания. Очень неприхотливый, низкорослый. Видите, какой он низкорослый, детерминантный, то есть сам заканчивает свой рост. Он для открытого грунта и можно под пленочками выращивать. Сам куст штамбовый и слабоветвистый. У него вот высота 50 сантиметров будет, но за всю жизнь он вырастет вот до конца этого колышка. Но вы видите, как мало листиков. Вот у него всего сейчас 4-5 листиков и уже томатов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и уже 10 плодов. У него получается, что листьев, то есть томатов, плодов больше, чем листиков. Благодаря вот этой вот слабой облиствленности у него очень быстро поспевают плоды. Помните, я показывала, высаживала таймыр, метелица, полюс. У них более такая мощная листовая масса и пока они там образовывают свой вот этот куст, наращивают зеленую массу, этот я высадила позже. Он за это время уже успел вот столько помидорок сформировать на каждых кустах. Это как не исключение, вот один куст, на всех-всех-всех, по много-много-много. И он поспеет быстрее тех, потому что у него куст маленький, карликовый, он будет весь увешан вот этими томатами. Плоды будут округлые, красные, в стадии зрелости такие красные-красные, весом, конечно, всего 50-60 грамм, ну, как с маленькое яблочко. Они хорошего вкуса, вот для сегмента своего, для ранних томатов, конечно, это не мясистые, сахаристые, которые будут в августе, в сентябре. Но как они нас могут выручить, когда еще нет вообще никаких томатов? Когда те крупноплодные в открытом грунте висят зеленые, призеленые, еще дубовые, эти уже можно будет кушать. Наши дети, они не понимают, сладкий, кислый, томаты ранние, они все вкусные. Томаты эти имеют универсальное назначение, и для свежих салатов можно употреблять, и для консервации, переработки. Когда подоспеют крупноплодные, можете потом с этих леча томатные пасты всякие, заготовки делать. Вот урожайность гнома, несмотря на то, что он маленький, она тоже неплохая. Можно 5 килограммов получить с квадратного метра, ну, конечно, при соблюдении агротехники и при благоприятных погодных условиях. У нас в прошлом году последние, которые последние не успели созреть, избил весь град, они были в дырочку, и, конечно, они начали подгнивать. Мы немножко меньше получили урожая. Но зато этот томат устойчив к многим заболеваниям, а из-за ранней отдачи своего урожая, вы видите, сейчас конец июня, он уже готов. Вот эти плоды скоро будут созревать, и он отдаст урожай вам рано. И вот из-за этой ранней отдачи урожая он не успевает заболеть фитофторозом, когда начинается вот это массовое заболевание поздно осенью. Вот, повторю еще раз, достоинства. Это стабильная урожайность, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, хорошее качество продукции при засолке, при консервировании, хорошая транспортабельность. Из-за того, что он маленький, у него плотная кожица, его можно перевозить на дальние расстояния, можно хранить. Томат этот включен в госреестр. И при высадке рассада на постоянное место, его нужно высаживать загущенно, видите, они маленькие томатики, и нужно 6 томатиков садить на 1 квадратный метр. Вот с 6 кустов вы получите 5 килограммов томатов. Сейчас они уже в такой стадии, что вот впредь скоро-скоро поспеют. У меня, конечно, они вот как всегда на этой заваленке растут. Если кто-то не знаком с этим сортом, летом еще посмотрите, как еще больше будет на нем вот этих томатов. Он выше, видите, вот светет. Тут будут такие же кисти, тут 10, тут 10, тут. И в результате осенью, ну не осенью, как в конце лета, он будет весь-весь увешан вот этими гроздьями своих томатов. Если вам понравится этот сорт, этот сорт идеально подходит для регионов с коротким летом, у кого холодные погодные условия, он в любую погоду даст вам свой урожай. Потому что, опять повторюсь, куст маленький, ему ни ураган не страшен, он не валится. Но я его, правда, привязываю к таким маленьким колышкам, все-таки, чтобы он, ну тут я чисто, знаете, из-за чего, он мог бы наклониться и лежать на земле. Но я из-за эстетического, чтобы было покрасивее, чтобы они были все стройные, как солдатики стояли. Я вот укрепляю их все-таки на палочке, но можно не укреплять. Ищите в своих регионах, ну просто, я думаю, если, может быть, у вас, если вы не найдете в своем регионе этих семян, осенью я буду всем рассказывать о заказах семян, в крайнем случае сможете заказать у меня. Но постарайтесь найти в магазине, сорт очень распространен и, скорее всего, он у вас продается. Все, с вами была Ольга Чернова, это краткий обзор сорта Гном в стадии наливания плодов. Сегодня 29 июня, Сибирский регион. Все, до свидания.